Приветствую вас, предоставил ваш вопрос. Ну, во-первых, вы пишите, я думаю, что нет такого профиля, специалистов по психологии и перечных действий, которые могли бы помочь. Значит, Зиновьева Александра, я вас помню, насколько я помню вас, значит, есть у меня какие-то воспоминания о вас, не буду говорить здесь, это конфиденциально, значит, я могу вам сказать так. Если ваша проблема относится действительно к психологии, а не к чему-то другому, именно к психологии, как таковое, то это, я пользуюсь, значит, когнитивной терапией, когнитивно-поведенческой терапией, когнитивная психология. Я занимаюсь психоанализом, работаю со страхами через возрастную регрессию, через визуализацию, через образ. И использую транзактный анализ, чтобы выявлять у человека позицию, соответственно, взрослый, родитель, ребенок. То есть, вот там, где вы, в общем-то, испытываете проблемы, да, я эти проблемы найду и покажу вам, из-за чего они. Я работаю с потребностями, с влечениями, определением влечения, определением желаний и работаю со страхами. Работа со страхами осуществляется через рационализацию, через, например, метод синектики, который очень хорошо, на мой взгляд, позволяет работать со страхами. А также использую социальную психологию для того, чтобы раскрывать взаимодействие человека в социальной среде. Также, являясь психологом личности, я исследую проблему личностного выбора и помогаю человеку понять, что такое личность, что такое выбор личностный, что есть индивидуальность, что есть отстаивание индивидуальности и так далее. На мой взгляд, на мой взгляд, я должен сказать, чего я не использую. Я не использую нейролингвистическую программировку. И не использую какие-то такие вот техники, которые сродни, знаете, гипнозу. Сродни условному научению. Но при этом я использую деятельностный подход. И в рамках деятельностного подхода я считаю целесообразным обратить внимание на оперантное научение, на технику оперантного научения, на, так сказать, воплощение образностей в реальность. Также я использую для работы с личностью исторический культурный подход. То есть это один из методов, способов работы именно с личностью. В рамках работы с личностью и с комплексами я использую подход ложных понятий, искаженных понятий. Соответственно, преобразовывать ложные и искаженные понятия в истинные понятия. Я работаю с невыраженными эмоциями и переживаниями. То есть попыткой я их ищу и помогаю человеку выразить их. Я работаю с комплексами линейными и комплексами ядерными. То есть линейный комплекс это одно, ядерный комплекс это немножко другое, но у них есть определенная специфика. И социальная психология позволяет говорить о том, что, по сути, многое из того, что каждый из нас о себе думает, связано и с тем, что человек видит в отношении других, и с тем, что человек как бы додумывает за себя. За других, простите, за других. И в этом контексте я использую одну очень интересную схему, которая можно охарактеризовать так. Есть то, что я думаю о себе, есть то, какой я есть, каким я был создан, каким я появился на свет, и есть то, что обо мне думают других и другие. Это три ступени отношения между людьми, отношения человека к другим. Я помогаю лучше дифференцировать данные ступени. Правильно их воспринимать, правильно их оценивать и правильно их интерпретировать. Не знаю, ответил я вам на ваши вопросы или нет. Методы психокоррекции, методы коррекции поведения, это всегда когнитивная терапия, когнитивная терапия. Терапия стрессов и травм, это всегда психоанализ, психоаналитический метод. Например, свободные ассоциации, например, возрастная регрессия, например, описание сильных эмоций. Обычно очень часто бывает так, что человек приходит и говорит, у меня вот есть проблема, я хочу с вами поговорить. Я говорю, хорошо, давайте поговорим. И что вас беспокоит? Я не знаю. Вот я не знаю, с чего мне начать. Тогда я говорю человеку следующее. Скажите, пожалуйста, что вас сильнее всего беспокоит на данный момент. И человек это делает. Начиная говорить о том, что его беспокоит на данный момент, человек начинает говорить о проблеме. То есть он даже не осознает свой запрос. У него этот запрос появляется постепенно. Вот. То есть я помогаю осознать свои потребности, свои желания и свои проблемы. Вот, в принципе, то, что, наверное, характеризует то, как я работаю. Можно сказать, что мной используется и адлеровский подход, и юнговский подход, и терапия смыслов Франкла. Я также могу сказать, что я использую гештальт терапии, то есть гештальт подход, вот, и так далее. Но как вам все это поможет? Именно в анализе человека я использую именно, значит, пирамиду потребностей по маслу. То есть, как бы, анализ пирамиды потребностей по маслу. И, соответственно, психоаналитическую теорию. Коррекцию я использую смысловой подход Виктора Франкла, как я уже сказал. И мотивационную. Мотивационный метод это по Фреду. То есть выявление мотивов человека. Так. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Пока! Поехали. Продолжение следует...